Совместное управление Когда мы думаем о семье, которая подвергается как никогда сейчас гонениям со стороны мира, мы сегодня с Валерией рассуждали тоже на этот момент, иногда сестры переживают сегодня в церкви, что им уже 30 за 30, около 30 еще не вышли замуж. И на фоне, скажем, немноготысячных церквей это кажется каким-то выбивающимся за пределы понимания, что что-то ненормальное с этим. На самом деле, если посмотреть на современное общество, мы можем констатировать факт, что современное общество это сегодня общество одиноких людей. И многие женщины в возрасте 30, около 30 имеют детей, но они без мужей. И это не состояние только внутри определенного сообщества, это состояние общества по всему миру. Сегодня семья испытывает сильнейшее давление со стороны демонического мира, чтобы разрушать вообще все основы, которые Богом были заложены или извращать их. Первое послание Коринфянам, 7 глава, со 2 по 5 стих. Мы будем говорить о болезненных процессах и болезненных точках внутри совместной жизни и управления. «Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобное и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Вот сегодня я хочу рассмотреть четыре болезненных точки в управлении. И первое – это определить степень обладания. Когда мы говорим о супругах, о семейной жизни, когда мы говорим о вступлении в брак, первое, с чем мы сталкиваемся – это с тем, что мы определяем степень обладания друг другом. Потому что когда мы мечтаем или стремимся, идем на пути к замужеству или к женитьбе, все кажется в одном свете. Когда ты уже вступаешь в брак, все оказывается в другом свете. И вот эта первая болезненная точка – это соприкосновение двух интересов. Это соприкосновение двух разных миров, которые управляли своей жизнью отдельно, а теперь им надо совместно управлять. То есть была жизнь, были мечты, было видение, были какие-то ресурсы, и потом кто-то приходит с бульдозером и все это сносит. И теперь мы будем жить с тобой по-новому. Это, конечно, стресс и первое болезненное переживание на первых годах совместной жизни, семейной жизни оно приобретается, когда две методики управления необходимо теперь слить в одну и постараться при этом не разбиться. Итак, определяя степень обладания. Если нет определения собственности, тогда остается место для разврата и продажной любви. Я здесь как бы беру первые стихи, которые мы прочитали с вами. «Но во избежание блуда каждый имеет свою жену, и каждый имеет своего мужа. Во избежание блуда». То есть когда нету понимания собственности, тогда остается какое-то место для себя, которое мы можем как бы вроде бы продать за то, что мы хотим. Давайте чуть-чуть на этом остановимся. Когда муж и жена становятся таковыми, произошел брачный завет, и вот они уже семья. Но если нету понимания, что я теперь принадлежу не себе, то есть по сути обладание мной было передано моему мужу, или если это муж, то жене. И когда нету вот этого понимания, что моя жизнь теперь не моя жизнь, то тогда, если этого нету понимания собственности, тогда остается место для торговли. То есть такой продажной любви. Когда тебе надо что-то добиться в этом мире, в этой жизни, и ты берешь то, что тебе уже не принадлежит, и отдаешь тому, от кого ты что-то хочешь получить, это не обязательно сексуальные взаимоотношения. Это бывают разные взаимоотношения, включая душевные какие-то переживания. Поэтому первое, что мы понимаем в нашем браке, и чем раньше мы это поймем, тем лучше, что в момент бракосочетания мы отдаем свою собственность. То, что для нас дорого. Если сравнить с владением и управлением автомобилем, такой образ у меня был, то когда мы передаем автомобиль в собственность, Сергей, брат, занимается собственностью автомобилей, то одному, потом другому. Когда Сергей покупает автомобиль, а потом продает автомобиль, он передает собственность. То есть он не предлагает человеку, который покупает этот автомобиль, сказать, садись на сидение пассажира, я тебя покатаю, а потом ты не забудь выйти. Человек не будет доволен. Он скажет, послушай, твое место за рулем закончилось. Теперь мое место за рулем этого автомобиля. Когда мы что-то передаем, я взял в образ автомобиль, когда мы берем свой автомобиль и говорим, да, теперь это твой автомобиль, но ты будешь ездить здесь сбоку, на пассажирском сидении, вот здесь начинается территория конфликта. Когда мы выходим замуж, или когда женимся, этот момент мы передаем, образно говоря, руль своего автомобиля. Мы предлагаем человеку не стать пассажиром внутри наших желаний. Мы не предлагаем человеку, чтобы он стал соучастниками только наших мечтаний. Мы говорим, с этого момента, вот этот автомобиль, со всем его управлением теперь в твоих руках. Как ты будешь управлять, это уже лежит на твоей ответственности. Я записал себе, что в момент завета мы передаем ключи от своих автомобилей друг другу, а не приглашаем стать пассажирами своих желаний. Поэтому те, кто вышел замуж, или женился, или которые еще готовятся, вы должны понимать, что момент бракосочетания, это в принципе сравнивается с моментом смерти. в этот момент ты перестаешь жить для себя и начинаешь жить для того, кому ты отдаешь свою жизнь в этом завете. И это для тех, кто еще стремится и молится в семью, и те, кто пытаются улучшить свою семейную жизнь. Если брать этот образ автомобиля, то было бы хорошо убедиться, что водитель, которому вы будете передавать руль управления, имеет навык вождения и знает правила дорожного движения. Потому что так бывало, что люди женятся, выходят замуж и только потом понимают, когда они передали руль управления, что человек первый раз за рулем и собирает все столбы по дороге. А правила он вообще и не слышал, что оказывается есть какие-то правила в семейной жизни. Что оказывается это, как у меня бабушка притчу нам с Лерой рассказала в начале семейной жизни. Она была 15-го года рождения, 1915-го, поэтому прошла разные времена. Вот она притчу рассказала. Говорит, знала я, двоих были, так любили друг друга, так любили. Потом она ему суп из колбасы сварила, так он ее три дня в подполье держал. Это вот понимание правил семейной жизни. Когда ты начинаешь понимать, где красный свет, а где желтый, а где зеленый, а где знак стоп, ты должен понимать правила, семейной жизни. Для этого у нас в церкви существуют семейные служения, где вы сможете с пастором, который ответственен за это служение, обсудить, поговорить. Есть курсы по подготовке. И нельзя этим пренебрегать, потому что если вы выйдете замуж за такого лихого водителя, вы потом будете сидеть с закрытыми глазами пол своей жизни и думать, Господи, спаси и сохрани. Как меня угораздило вот за этого человека вообще замуж выйти. Как меня угораздило вот на ней жениться. Я руль передал, а там соображения-то вообще никакого нет. Тормозов вообще. Про педаль тормоза, они такое чувство, что они вообще не слышали. Если мы хотим построить хорошие семейные взаимоотношения, первое, что необходимо, определите степень обладания. Ответьте себе на этот вопрос. Если вы не ответите на этот вопрос, у вас будут постоянные скандалы, потому что вы будете драться за руль, который не ваш. Он вам не принадлежит. Вторая болезненная точка в совмещенном управлении это вот следующий стих здесь. Муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Благорасположение. Это также является болезненной точкой во взаимоотношениях, то есть в таком совместном управлении. Мы пытаемся определить, что значит благорасположение, то есть как выстраивать взаимоотношения, в данном случае, кстати, в греческом оригинале вообще этого слова не существует, то есть его просто нет, оно отсутствует. В греческом оригинале звучит отдать долг. В нашем такое, более как-то красиво, оказывай благорасположение. В данном случае речь идет не о наших чувствах, а ответной реакции на чувства супруга или супруги. Когда апостол Павел говорит, что если вы хотите научиться совместно правильно управлять своей семейной жизнью, вам необходимо правильно научиться реагировать на чувства друг друга. Если вы не научитесь правильно реагировать, у вас будут постоянные проблемы. И это сплошь и рядом с семейной жизнью. Когда начинается это перетягивание, а вот мне в данный момент хочется, а мне не хочется, а я чувствую, а я не чувствую. Вопрос твоих чувств мы поговорили в пункте номер один. Руль уже не у тебя. В этом вопросе, причем здесь я не имею в виду, конечно, я муж, я глава, послушай, мы сейчас не об этом говорим, чуть попозже, может быть, заденем этот вопрос. Здесь речь идет о том, что если есть определенная сейчас, в данный момент, страсть и желание по отношению к тебе со стороны твоего законного мужа или законной жены, твоя реакция должна быть адекватной. Твоя реакция должна быть адекватной. Если твоя реакция неадекватная, ты не оказываешь благорасположение. Ты не отдаешь то, что ты должен отдать. Вот в этом случае, когда мы внутри завета находимся, вот Господь так расположил влияние внутри завета, что Он ни одному, то есть ни мужу и ни жене не дал два ключа. Он каждому дал по одному, причем обменял их. Забрал у одного, один дал ей, а у нее забрал, дал ему. И вот когда вы хотите сесть в машину любви, вам необходимо два ключа на старт. И у каждого есть по одному ключу. И без двух ключей ничего не получится. Счастья семейной жизни не получится, если один человек заберет эти оба ключа. Они у друг друга находятся. Поэтому Павел говорит, вам надо мудро поступать с тем, как вы выстраиваете взаимоотношения. Вы не должны превращать в манипуляцию обладание ключом. Ваша реакция должна быть адекватной. Она не должна быть шантажом, чтобы у вас есть ключ, и вы понимаете, без этого второго ключа ничего не получится, и вот у меня есть хорошая возможность пошантажировать, или чтобы превратить этот ключ в какое-то давление, в какое-то господство. Так нельзя поступать. Поэтому нам нужно правильно учиться реагировать для того, чтобы оба ключа на старт одновременно включали процессы. Реагировать на желание супруга или супруги с благорасположением. То есть, понимая, во мне есть то, что не мое, и я этим служу моему мужу или моей жене. И если она или он вставили ключ на старт, значит, надо подумать о том, как свой ключ тоже поместить, чтобы этот старт произошел. Вот из-за этого, я говорю, немножко заваулировано, но из-за этого очень много скандалов, и на самом деле это является одной из самых серьезных причин по разделению семей. Именно неспособность понять, что счастье семьи зависит от способности правильно реагировать на желание друг друга и, как красиво у нас в Библии написано, оказывать благорасположение. Если вы еще стремитесь к семейной жизни, я хочу вам сказать, что вам придется с этим столкнуться, и чем раньше вы примете для себя это решение, тем лучше. Если вы насмотрелись фильмов, начитались романов или наслушались еще чего-то, чем раньше вы это выкинете из своей жизни, вот из своей библиотеки, тем меньше у вас будет боли в семейной жизни. Нельзя делать заложниками друг друга. Когда, если мы вернемся к автомобилям, когда приезжает такси, и если у вас достаточно высокая цена заказа, то вы получаете достаточно комфортный автомобиль. Этот автомобиль, как правило, убранный. Вы садитесь, там полики пропылесошены, там вежливый водитель, если это бизнес-класс, спрашивает вам, какую вам радиостанцию, водичка стоит, и какой маршрут вы хотите избрать. Я не говорю о тех такси, которые там вы у обочины поймали, я говорю о нормальном обслуживании. То есть, ты за деньги получаешь определенный комфорт, и люди за деньги готовы быть с тобой учтивыми, вежливыми, предлагать тебе. То есть, они предугадывают и пытаются как-то с тобой работать за твои деньги, чтобы тебе это понравилось. То есть, они пытаются реагировать на твое желание, и они не просто, они бы могли тебя просто отвезти в точку А, в точку Б, но они стараются сделать это комфортно, потому что ты платишь определенную сумму. А как насчет нашего семейного автомобиля? Мы же дали друг другу больше, чем деньги. Мы дали всю свою жизнь. Мы заключили завет. Но какую машину подгоняют ко входу, когда у тебя появляется необходимость достигнуть точки Б? Там бывает все по-другому, и это неправильно. муж, оказывай жене должное благорасположение, жена, оказывай мужу должное благорасположение. Если не будет создаваться комфортных взаимоотношений, которые учтивы, которые вежливы, которые способны открываться по отношению друг к другу, это будет приводить к постоянным скандалам, к лукавству. И это не будет выстраивать здоровые взаимоотношения. Я вам говорю, я останавливаюсь на этой теме не просто так, я серьезно говорю множество раз, когда я консультировал семейные пары или отдельно братьев, или общался на эту тему, много боли именно вот в этом моменте. Поэтому некоторые зависают на порно-сайтах, зависают там, где не должны вообще зависать, флиртуют с мальчиками или с девочками, потому что там за какие-то чашку кофе им оказывают внимание больше, чем дома, где они в завете. Так не должно быть. Если мы дали себя друг другу, то желания друг друга для нас должны становиться на первое место, а не наше желание. А я не хочу. Но это не вопрос твоего желания. Это вопрос твоей реакции на желание того, кого ты любишь. Ну, во всяком случае, ты так говорил или так говорила. Поэтому это очень важный вопрос, чтобы ваш семейный автомобиль, особенно вот в этих моментах, был всегда прибранный с хорошим водителем, вежливым. Третья болезненная точка во взаимоотношениях, в управлении, в совместном управлении, это проявление власти. Проявление власти. И если мы с вами вернемся к стихам апостола Павла, написано «Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена». Вообще достаточно страшные стихи, и все, что я говорю, не очень, наверное, приятно, но это правда. проявление власти, владение телом, как я уже говорил выше, в момент сочетания было передано друг другу. С этого времени начинается такое уникальное управление телом, управление телом, в котором мы живем, но которым мы не обладаем. И вот на этом я хочу остановиться чуть подробнее. вы никогда не думали о том, что вы живете в теле, которым вы управляете, но которым вы не обладаете. Давайте посмотрим очень хороший образ, иллюстрацию можно взять в служении Господу. Послание к римлянам, 12 глава, 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Чуть-чуть расширю в переводе некоторую формулировку, о чем говорит Павел, когда он призывает к жертве живой. И здесь так вот можно сказать, «Жертва ожившая, посвященная, приятная, приемлемая для логического служения согласно требований завета». Это очень хорошая иллюстрация для взаимоотношения в семье. Что говорит Павел? Он говорит, вы должны в какой-то мере ожить, быть живыми, и ваша жизнь, вот это ваша жизнедеятельность, она должна приводить вас к тому, что вы должны стать угодными Богу. То есть вот ваш процесс жизни должен формировать ваше тело, чтобы оно соответствовало тем требованиям, которые Бог полагает для служителя. Иногда мы пробегаемся стихи Библии, не вникаем в них нисколько. На самом деле Богу нужно не просто, чтобы мы доволочили свое тело до служения. У Бога есть критерии. В Ветхом Завете их много, слава Богу, мы живем в Новом Завете, критерии изменились, но они остаются. Когда Бог призывает человека, Он ожидает, что этот человек будет соответствовать определенным требованиям, и уйдем от физических форм, но у Бога есть требование, чтобы человек был чист, морально чист, чтобы его тело, оно было морально чистым, чтобы его тело соответствовало, чтобы оно было трезвым. Если он нетрезвый, если он морально нечистый, он даже если живой, он Богу не угоден. Когда мы говорим о семье, когда мы говорим о семейных взаимоотношениях, и когда здесь написано, что для разумного, то есть логического служения соответственно требованиям завета, вот в семье мы точно так же живем в теле, управляем телом, которое нам не принадлежит, то есть мы, наша жизнедеятельность должна приводить наше тело в соответствии желания нашего супруга или супруги. Если мы обращаемся со своим телом так, как будто оно нам принадлежит, мы обременяем свое тело, и в момент, когда нам необходимо служить, мы оказываемся или больными, или немощными, или неспособными, или еще что-то с нами происходит, и в тот момент, когда нам надо бы служить друг другу, а мы не готовы по причине того, что мы своим телом, своей душой не занимаемся. Это мое. Вот что хочу с этим, то и делаю. Это твое, если ты не замужем и если не женат. Это твое, если ты не господен. Если ты господен, это уже не твое. И если ты посвящаешь себя на труд служения, в молодости я не думал об этом. Когда мне было уже за 30 лет, может быть 36, нет, наверное больше, 40 мне было, к 40 годам я уже потому, что даже больше 40, к пресвитерству я уже пришел, больше 40 было. Я вдруг понял, что мое тело имеет призвание, не имеет силы исполнять это призвание. Что к моменту, когда я пришел в воле Божьей и на мне стало гораздо больше ответственности, у меня гораздо больше дел, мне гораздо больше нужно вкладывать интенсивность, а мое тело уже изношено и не способно быть ответом на то нужду, на то служение, которое Бог положил передо мной. И вот тогда я взмолился, и тогда я понял, и тогда Бог послал на мой жизненный путь тех людей, которые начали меня вразумлять. Это тело не твое. Извините за выражение, перестань жрать, начни заниматься физкультурой, начни адекватно относиться к своему телу. Если ты так не будешь делать, ты никогда не сможешь исполнить то, к чему Бог тебя призвал. Твоя жертва не живая, твоя жертва не богоугодная, она не способна реагировать на то, что Богу необходимо, и это заставило меня, к сожалению, так поздно пересматривать то, что я с вами сегодня делюсь. Да, это тело, в котором я живу, которым я управляю, но оно не мне принадлежит. Оно принадлежит, во-первых, Господу, а потом моей жене. Если у меня нету такого отношения, я привожу себя в безобразие. Я просто живу, как мне нравится. Я делаю то, что я хочу. И так живут грешники. Они обращаются со своими телами, как хотят, потому что они думают, что оно принадлежит им. Если ты верующий человек, услышь меня, оно тебе не принадлежит. Ты будешь Богу отвечать за все дела, которые ты делал в этом теле. И нам нужно мудро поступать с нашими телами, принести в жертву живую, благоугодную. Когда, если мы вернемся к автомобилю, вождение и содержание автомобиля показывает уровень понимания ответственности и осознания ценности. Вот нам доверили автомобиль, как мы с ним относимся, как мы его содержим, как мы его вводим, как мы вообще способны оценить его. или мы не способны его оценить. Вот когда тебе подъезжает кто-то на автомобиле, достаточно посмотреть на этот автомобиль снаружи, заглянуть внутрь, и ты понимаешь, вообще человек понимает ценность этого автомобиля или не понимает. Вот то, как мы содержим, проявляет нашу ценность. Ценим ли мы то, что Христос спас нас вот в этих телах? Он исцелил нас, Он целитель наш, Он благословил нас, Он дал нам дары, Он вложил в нас таланты, Он дал нам перспективы, Он дал нам широкие возможности, а потом Он подходит к нашему телу и находит нашу машину, как будто мы вообще не понимаем, сколько она стоит. Вы куплены дорогою ценою крови Христовой, и вы не свои. Чем раньше мы будем понимать о необходимости правильно распоряжаться своими телами и доверять их не себе, а Господу в первую очередь и своему мужу или жене, соответственно, от того, кто вы есть, тогда мы начинаем по-другому презентовать себя. Я буду в это воскресенье больше говорить о презентации с молодежью. Если вам интересна эта тема, как презентовать себя другим, Богу, как правильно принимать презентацию о других, вот с молодежью я больше буду говорить об этом. Когда мы представляем свой автомобиль мужу или жене или Господу, в каком состоянии он находится. Да давай быстро, все равно недолго проедемся, кто имеет уши слышит, да слышит. Да сейчас быстренько из точки А в точку Б скатаемся, ну что, пусть здесь хлам, здесь грязь, здесь оплевана, да ничего, давай, все нормально. Как мы презентуем себя, как мы представляем себя, мы на самом деле вообще хотим понравиться Господу и друг другу. Это не наши тела. Если водитель способен заботиться и управлять автомобилем, вы знаете, это обрамление автомобиля. Вот водитель, он придает на самом деле статус автомобиля. Некоторые хотят автомобиль, чтобы поднять свой статус. Я хочу выйти замуж, я хочу жениться, мне нужен автомобиль, я хочу всем показать, что я тоже с автомобилем езжу. Но это же не аксессуар просто. Именно водитель подчеркивает статусность автомобиля, именно тот, кто управляет автомобилем. И последнее, вот к этому я хочу сказать, что очень страшно стать заложником внутри автомобиля. Когда вы заложник, когда у вас нету никакого шанса изменить ситуацию, когда вы не можете достучаться до мужа или достучаться до жены и сказать, послушай, но это неприемлемо, это нехорошо, так не должно быть. Я хочу с тобой прожить долгую счастливую жизнь. если мы пойдем с тобой дальше вот такими темпами, с сахарными диабетами, с холестеринами, вот с таким отношением, мы никуда с тобой не придем. Мы будем с тобой от автомастерской до автомастерской ездить. Так не надо. Тяжело и больно стать заложником внутри автомобиля, когда ты понимаешь, ты в завете, ты изменить ничего не можешь, а человек, который живет с тобой, он тебя не хочет просто услышать. Он просто закрылся в свою ракушку и он говорит, слушай, вот какой есть, таким меня и принимай. Большего тебе Господь все равно не даст. Это спорный вопрос. Спорный вопрос. И вовремя лучше остановиться. Четвертое и последнее, о чем я хочу поговорить, болезненная точка в соприкосновении, во взаимном управлении. Это согласие. Согласие. Возвращаясь в послание к Коринфянам. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Согласие. Если расширить этот перевод, можно так сказать, как там звучало бы, не лишайте друг друга, разве по гармоничному единодушию. Когда мы выходим из согласия, мы начинаем лишать друг друга того, что по праву нам принадлежит. И вот слово согласие, оно очень важно в модели управления, когда мы кому-то передали руль в каких-то вопросах жизни. Но мы едем рядом. Вы замечали, наверное, такое, когда вообще я сажусь в такси, особенно, когда такая милость есть, я сажусь в хорошее такси, я отдыхаю. Я сажусь на заднее сидение, у меня просторное место. Я знаю, что за рулем профессионал, потому что в такое такси из близлежащих стран людей не берут, они с правами Российской Федерации, как правило, уже прошли проверку многих служб, не имеют даже судимости, их профессионализм не поддается как бы критике, поэтому, когда я сажусь в такой автомобиль, я сажусь на заднее сидение, и я отключаюсь и думаю о том, о чем мне нужно думать, о служении, о встрече, о тех процессах, куда я еду, но как в наших семейных бывают автомобили, сейчас я не имею в виду наш семейный автомобиль, я абстрактно говорю, как бывает у вас, когда вы едете и вы уже чувствуете, что целый год вы уже водитель, и вы сели к тому, кто 25 лет уже водитель, но по какой-то причине вам кажется, что вы лучше чувствуете дорогу, вы лучше знаете, как где оттормозиться, вы точно уверены, что вот он ту машину не заметил, и что уже желтый начал мигать, он тоже не видит, что она вот здесь вот просто тормозит и не замечает, как на самом деле здесь надо ехать, вот пока вы едете с профессиональным водителем, вы успокаиваетесь, вы отвлекаетесь, а когда в семье вдруг начинаете думать, да так нельзя, да здесь надо вот сюда, и к чему это приводит? К раздражению, это поднимает раздражение в семье, если мы дали руль друг другу, давайте оставим в покое, да, есть какие-то неординарные или какие-то вещи, где надо откорректировать, но они, как правило, редки, это единичные случаи, но то, что я заметил, часто в модели такого совмещенного управления семьи муж занимается ремонтом, вот недавно мы занимались таким освобождением моего кабинета от жирной жужжащей мухи, я сел, мне надо обсудить вопрос, я не могу обсудить этот вопрос из-за его определенного значения при открытых офисных дверях и с закрытыми тоже остаться не могу, потому что муха не дает решить этот вопрос и пришлось оставить этот вопрос и заняться освобождением офиса от мухи, то есть мы ее из офиса выгоняли, чтобы впоследствии с ней уже там в другом офисе разобрались, вот когда мы что-то начинаем делать и мы доверили этот процесс а потом нет, нет, ты здесь не так повернул нет, ты вот здесь вот не то сделала а тебе вот здесь вот надо и мы начинаем выхватывать руль друг у друга один в одном другая в другом и ты чувствуешь как степень накала поднимается раздражение в семье растет и оно не уходит это вот я взял за иллюстрацию это как один водитель и другой водитель вот пока этот водитель он пассажир все спокойно мой друг ваш тоже друг надеюсь брат наш пастор Андрей Александров вот пока он был пассажиром без прав ездил со мной с ним было прекрасно когда он ничего не понимает он тихонечко себе молчит доверяется он ничего не знает даже если ты ошибаешься он все равно молчит он не понимает твоих ошибок но когда чуть-чуть поездил вот здесь ты уже и дворники то не такие и поворотник то ты не там включил вот в семье так же вот знаете написано я почел быть среди вас как ничего не знающим вот иногда нам надо почесть себя как ничего не знающим и если мы дали руль просто довериться даже если будут какие-то помарочки ошибочки они не стоят того чтобы мир божий уходил из ваших домов они не стоят того чтобы раздражение приходило на место вашей любви просто доверьтесь и с опытом с опытом с опытом я я вам скажу я над собой провожу эти эксперименты не часто но иногда Валерия садится за руль я сажусь рядом такие редкие моменты и я стиснув зубы еду сначала тяжело потому что у меня стаж Советского Союза в 89-м году я получил права но я со временем начинаю понимать если я буду постоянно поправлять человек он не будет чувствовать себя уверенно рядом со мной и человек не научится по-настоящему надо учить там где надо учить а там где доверять надо доверять буду двигаться к завершению необходимо сохранять и развивать в себе способность видеть личность в супруге или в муже или в жене потому что если мы перестаем видеть личность в них которая способна на какие-то решения нужно доверять чтобы принимали решения даже если нам эти решения кажется что надо принять по-другому если мы перестаем видеть личность мы спускаем до образа раба и вот два раба рядом живущие они счастливой семьи не построят там не будет талантов там не будет даров там не будет креативности там будет мертвость и завершая вот сегодня это учение я хочу завершить очень важным заявлением и то что мы с вами прочитали в послании коринфянам вот эти последние последняя строка а потом опять будьте вместе чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим вот это слово не искушал это как бы чтобы мы не подставляли друг друга под удары дьявола а этим семьи к сожалению занимаются иногда прославление выходите пожалуйста ко мне мы сейчас будем уже вместе с вами служить нам необходимо ограждать друг друга от соблазнов а не пользоваться нашим влиянием для достижения своих корыстных целей он говорит если вы не будете ограждать друг друга то вы будете давать место дьяволу он будет приходить с соблазнами он будет подлавливать вас он будет делать такие вещи которые будут где-то на тайном уровне разрушать ваши взаимоотношения поэтому старайтесь уходить от этого лукавство которое иногда встречается в семье когда люди уже непропорционально отказываются друг от друга когда в семье здесь Павел говорит на упражнение в посте и молитве там какая там молитва она и не молится она и не постится она просто отказывается он не молится не постится он просто отказывает в близости своей жене и это грех потому что это соблазн для них это сила инерции знаете что это такое когда ты от себя отталкиваешь ты включаешь силу инерции которая этого человека толкает кому-то ты думаешь ты просто оттолкнул ты не просто оттолкнул ты кому-то толкнул ты к чему-то толкнул ты дал повод соблазняться ты дал повод и я не обвиняю тех которые имеют такие семьи где я ни в коем случае блудников не оправдываю поймите меня правильно я не оправдываю грех христос говорит должно прийти с областом но горе через кого они приходят да они будут и это ответственность каждого человека и блудник понесет свой грех но если мы говорим о семье и о желании чтобы в нашей семье была любовь была гармония нам не надо не надо давать место дьяволу чтобы он нас использовал как инструмент соблазнов когда мы непропорционально негармонично без согласия начинаем отказывать в уважении в чести во взаимоотношениях когда с нами хотят пообщаться я не только о сексуальности говорю когда с нами хотят поговорить задумайтесь над теми стихами когда апостол Павел говорит женщинам что вы там в церкви сильно не кричите не спрашивайте домой придете у мужа спросите а они может ему кричат да мы бы и хотели спросить он с нами разговаривать не хочет о Библии он или ничего не понимает сам или не хочет разговаривать с нами отказывать друг другу во внимании это быть соблазном друг для друга а потом мы удивляемся почему гармонии нету посмотрите где вы непропорционально без согласия отказывать и это нужно изменить чтобы не толкать любимого человека от себя просто из-за своего иногда вы знаете это так глупо так банально но это правда это просто иногда лень это элементарный эгоизм эгоцентризм который отталкивает и разрушает отношения послание филиппийцам 4 глава 6-8 стих и мы будем молиться не заботьтесь ни о чем но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом и мир Божий который превыше всякого ума соблюдет сердца ваши и помышления вашего Христа Иисуса Наконец братья мои что только истина что честно что справедливо что чисто что любезно что достославно что только добродетели похвала о том помышляйте когда я все это выше вам сказал о взаимоотношениях я хотел бы подвести и поставить точку вот в этой проповеди я знаю что мы не можем исправить других людей и ты скажешь ну это ты пастор хорошо говоришь но о нереальной жизни открывайте свои желания перед Богом если вы видите что в ваших семейных взаимоотношениях есть вот такие процессы есть такие пробелы начните молиться Богу потому что если вы потеряете мир вы потеряете семью чтобы не потерять мир и не потерять семью нужно открывать свои желания перед Богом приходить к Богу даже если уже есть какие-то наболевшие точки наболевшие моменты говорить со своим небесным отцом сказать Господь я женился на этой девушке и она тогда меня любила она готова была за мной идти она готова была посвящать что-то произошло помоги мне если необходимо измениться но прикасайся и к ее сердцу производи свой труд я выходила за этого парня он был таким нежным он был таким ласковым что с ним произошло я не понимаю открывай свои желания перед Богом и мир Божий он будет приходить в твое сердце то есть не обязательно ситуация быстро будет меняться в твоей семье может быть потребуется время но у тебя для этого времени будет ресурс который мы называем мир Божий в сердце он позволит тебе пройти сквозь эти сложные моменты и дальше он говорит и помышления ваши должны быть о том что истинно что честно что справедливо что чисто что любезно что достославно что добродетель похвала о том помышляйте то есть не о своем эгоизме помышляй когда ты говоришь о семье а что честно что справедливо что достославно когда ты думаешь о своих семейных взаимоотношениях об этом помышляй это приводи на память чтобы Божья слава была в тебе. И Бог мира наполнит твое сердце и благословит.